Визуаль с сайта задания. Принцип работы визуаль студию, что большую часть за вас пишет сама среда, а вы вписываете только маленькие-маленькие кусочки. То есть среда за вас пишет, а вы вписываете вот только раз, допустим, два, три, четыре. Четыре строчки. Вот основной принцип работы. И мы, значит, забираемся в оконные приложения. Вот давайте посмотрим. Значит, файл, новый, проект. Запоминаете? Ну, кто работал визуаль студию, уже есть. Первый год обучили, которые давно работают визуаль студию, они давно перешли. А для тех, кто не перешел, это вот как бы вспомогательное снять. Дальше. Windows Form Application. Здесь даем имя. Так, ну вот, дали имя. Давайте вот так все. Разворачивается среда, появляется конструктор формы, говоря по-русски, или вот дизайн формы. И, значит, мы что хотим? Код. Значит, давайте код. ViewCode. И смотрите, среда, какой огромный код уже нам написала. И ни в одном файле еще причем, да? Еще ни в одном файле. Сколько у нас файлов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять файлов. Еще файл проекта 11 и Solution 12. Вот, оказывается, сколько много написала среда. Всего, 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 всего. Значит, ими проекта вывели сами. Ну, давайте быстренько, значит, разберем, как работать с визуальной частью. Во-первых, можно менять разбиры, да? Разбиры. Можно писать текст. Свойства. Где свойства у нас? Свойства. Так, свойства. Где свойства, форма? Properties, да? Свойства. Текст. Давайте напишем. Первая программа. Первая. Так. Первая. Программа. Программа. В чем? Windows Forum. Первая программа. Windows Forum. Значит, давайте посмотрим сайт. У нас три кнопочки. Среда визуальная. Чем хороша, что мы можем выбирать... А где у нас тут? Кнопочки. Давайте. Раз. Можем сразу три поставить. Два, три. Можем перетаскивать. Можно и так, да? Раз, два, три. Смотрите, вот центрирование идет. Ну, значит, визуально это и есть название визуальное программирование. Можем размеры менять. Можем менять цвет. Можем менять название. Ну, давайте все же не будем отвлекаться. Сейчас на этом занятии. По образцу запишем здесь. Итак, текста. Вот он, текст. Сейчас я расширю. Здесь сушу. Итак, текст. Button 1. И сушу. Закрытие формы. Вот. Итак, теперь у нас у этой кнопки будет вот такое имя. Это у нас что? Свойства. Но кроме свойств, еще имеется что? Действия, да? Или события. События, как хотите. А события вот у нас, вот оттуда. Давайте допишем. Вот. Появилось. Смотрите, что тут дописано. Дожатие кнопки. Как вы добились-то этой строчки, что это появилось? Вот сделали двойной щелчок. Вот. Я двойной щелчок делаю. И вот появилась такая строка. Сейчас я это сокрою. Появилась строка. Что нам делать? Какое событие? При нажатии кнопки. Button 1. Открывается скобка здесь. И закрывается здесь. Ну, чтобы не перепутать. Давайте полетим это все. И, значит, пишем. Из сайта, да, вот этот текст. Одну строчку. Уже идет подсказка. Среда тоже очень удобна. Это закрыть. То есть, чтобы при нажатии кнопки форма будет закрываться. При нажатии кнопки форма будет закрываться. Вот так. Значит, вот такой принцип. Значит, проверяем все. Проверяем, сохраняем, копируем, а лучше перекомпилируем. Компилируем, а лучше перекомпилируем. Идет копиляция, то ли ошибок, то ли предупреждений. Что? Вот, теперь можно запускать. Либо здесь дебаг, либо здесь дебаг. Без разницы. Нажимаем. Что у нас происходит? Вот появилась наша первая форма. Эти кнопки не действуют. Мы еще ничего в них не писали. А это при нажатии будет, что закрывать форму. Проверяем. Все. Все отработало. Теперь заполним названиями. Сперва, а потом событиями другие кнопки. Названия. Свойства текст. Свойства текст. Баттон 2. Давайте, значит, где у нас файл? Что у нас в баттон 2 было вписано? Экзит. То есть, выход. Копировать. Двойной щелчок на кнопки. Создаем событие. Помечаем, чтобы не ошибиться. Потом не искать ошибки. Скобки. И вставляем. Все. Отработало. Ну, значит, Экзит потребует дополнительную библиотеку. Ну, и ее сейчас допишем. Смотрите внимательно, откуда я беру. И смотрите, куда я пишу. Вот сюда. Не выше, не ниже. А именно там, где это стоит. Это очень важно. Итак, вот все. Значит, теперь Экзит будет работать. Ну, и сразу сделаем. Третью кнопку выполним, да? Чтобы урок не затягивать, а оставить вам время, чтобы вы сами это все проделали. Потому что я давно это знаю. Вот. А вам это надо проделать. Третья кнопка. Вот. Аборт, аварийное завершение программы. Значит, давайте ищем дизайн. Третья кнопка. Текст, что здесь пишут. Аборы. Твори для завершения. Арида, остановка. Не хочет. Так, значит, название появилось здесь. Правильно написано? Правильно. И события начинаем. Двойной щелчок, кнопка, чтобы потом ошибки не искать, по всему файлу помечаем. Очень удобно. И здесь пишем. Эта функция. Все. Значит, итак, мы создали три кнопки. Сохраняем, перекопилируем. Лучше всегда. Как в задании создали три кнопки. Выход из программы. Выход из формы. Выход из программы. И, а, эксид один, прошу прощения. Значит, ошибка будет сейчас. И аварийный выход с сообщением. Значит, здесь, здесь все правильно написали, да? Так что один. Давайте поставим один. Хотя можно было иной поставить. Еще раз перекопилируем, да? Перекопилируем. И запускаем. Думаю, я здесь прямо запущу. Вот три кнопки. Три рабочие кнопки. Какую ни нажми, будет выход. Эту мы посмотрели. Эту выход есть. Запускаем. Эту аварийный выход. Сообщение. Смотрим. Вот он, аварийный выход. Сообщение. Прервать. Ну вот. Значит, если вы вот в среду вот это сделаете, кто не знаком со средой программирования, то будете молодцы. Если вы захотите установить себе среду, еще не установили, то обращайтесь ко мне в письме. И результаты, пожалуйста, еще в силах и в желании заниматься, да? По программированию, то, значит, пишите мне письмо, как у вас прошло. Либо вопрос, либо что все получилось. Вот. Я думаю, долго рассказывать по современным понятиям. Не надо? Не надо, да? Надо нам что? Этот ролик завершить. А если понадобится, записать еще один. Ну все, значит, попробуйте выполнить сами. Еще раз говорю, для групп 139-140 это занятие в записи на среду 20 мая 2020 года. Все, запись останавливаем. Жду ваших писем по почте. Спасибо. Спасибо.